Медовый спас – первый из трех, поэтому иногда его так и называют – первый спас. Следом идут яблочный 19 августа и ореховый 29 августа. По традиции восточных славян в этот день в храмах совершается малое освещение воды, а также меда нового сбора. Благословляется его употребление в пищу. Пекут медовые пряники, блины с медом, пироги, булочки и плюшки. Первый спас называют медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно наполнены и готовы к сбору. Медовый спас называют еще мокрым спасом или спасом на воде. В церковном календаре 14 августа – праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Ученики, по слову Спасителя, отплыли в лодке на другой берег, а сам он остался на горе помолиться. И вот посредине ночи, уже ближе к утру, ученики вдруг видят идущего по морю Иисуса Христа. Им показалось, что это призрак, и они испугались, подумав, что вместо Учителя своего видят призрак. Но Господь сказал им – это я, не бойтесь. И тогда апостол Петр, исполнившись дерзновения, воскликнул – Господи, если это Ты, повели мне так же прийти к Тебе. И вот, несмотря на законы физики, несмотря на законы природы, он пошел по водам, он шел и не тонул. Вера апостола Петра – вера сильное дерзновение, дерзновенная. Но вера, которая стала результатом рационального рассмотрения, ум апостола Петра стал исследовать его веру и сомневаться. И в итоге апостол Петр стал тонуть. Вопросы к нам – а какова наша вера? Есть у Медового Спаса еще одно название – Маковей. 14 августа – день памяти семи ветхозаветных мучеников Маковеев, принявших кончину в 166 году до новой эры. Семерых братьев казнил сирийский царь Антиох Епифан. Он хотел, чтобы подданные поклонялись языческим богам, но семья Маковеев отказалась. Господь показывает нам многократно силу веры в истории христианской церкви. Самые потрясающие примеры – это примеры силы веры и силы духа. Когда люди творили чудеса на основании своей веры. Веры, которая не сомневалась, которая не рассуждала. Веры крепкой, веры сильной. Народная этимология переосмыслена название праздника в связи с маком, который созревает к этому времени. Считается, что мак, как и мед, в этот день обладает целебными свойствами, поэтому его обязательно нужно добавлять в пищу. Но главным символом праздника остается мед. Рязанская земля богатыми доносами, потому и выбрать можно мед с любым вкусом. Все меда представлены здесь, за исключением, конечно, гречишного, да, это с Мещерского заповедника. Там гектары липового леса, там заливные луга, поэтому экологически чистый и большое разнообразие различных растений. Пожалуйста, липа, разнотравие лесное, тот же дягель, цветочный луговой мед. Традиции медового спаса, так или иначе, связаны с медом не случайно. Этот продукт испокон веков ценили как лекарство от многих недугов. Мед – это всегда, это народная медицина. Поэтому в любом случае он полезен, хоть как бы я медик по образованию, и хоть как бы мои коллеги не говорили, что мед – это, он не помогает, это вот… Нет, мед – он помогает, он всегда хорошо. И при различных воспалительных заболеваниях, все равно мы прибегаем к нему. Если бы он не был полезен, то наши бы предки никогда бы не лечились им. На Рязанской земле пасек много. И выбрать своего пчеловода, чтобы закупаться продукцией, можно на ярмарке выходного дня, например, или на ярмарке фермерских продуктов на Площади Победы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Марина Романяк, Михаил Лазуткин, Стал. Продолжение следует...